За несколько минут по телефону высокопоставленные американские чиновники разрабатывают стратегию создания нового правительства на Украине. Это похоже на игру в шахматы, где лидеры оппозиции — фигуры, которые оцениваются с точки зрения наличия опыта в сфере управления и экономики. На этом основании решается, кто из них должен войти в правительство Украины, а кто нет. На самом деле, эта запись телефонного разговора, которая попала в сеть, просто шокирующая. Мне пришлось ее прослушать несколько раз, чтобы до конца осознать, что чиновники США обсуждают создание правительства в иностранном государстве. Вместо того, чтобы суммировать и перефразировать сказанное, предлагаю послушать эту запись. Думаю, мы в игре. Вопрос с Кличко. Очевидно, это сложное звено здесь, в особенности объявления его заместителем премьер-министра. Ты видела некоторые мои заметки насчет их проблем во взаимоотношениях сейчас? Так что мы сейчас пытаемся узнать, какую он играет роль. Не думаю, что Кличко должен быть в правительстве. Не думаю, что это необходимо и что это хорошая идея. Да, если исходить из того, что его не будет в правительстве, пусть остается вне игры и занимается своей политической деятельностью. Я думаю, что Яценюк – подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах, в вопросах управления. Что ему нужно, так это чтобы Кличко и Тегнебог остались не при делах. Естественно, это крайне неприятная и неловкая ситуация для США, особенно учитывая их старательные попытки отгородиться от вмешательства в дела Украины. В четверг у официального представителя Госдепа Джен Псаки был нелегкий день. Один за другим журналисты спрашивали ее, почему США суют нос во внутреннюю политику Украины. Наконец, один из журналистов прямо указал, что на записи четко слышно, как американские чиновники планируют организовать новое правительство в независимом государстве и получить на это добро от ооновских чиновников. Отчего американскому правительству точно не удастся откреститься, так это от нецензурной лексики и пренебрежительного тона, который госпожа Нуланд использовала, говоря о ЕС и о его роли в украинских делах. Было бы здорово, я думаю, помочь склеить эту ситуацию. И хорошо бы этим занялась и ООН. А Евросоюз пусть идет на ***. За эти слова госпоже Нуланд пришлось принести официальные извинения. Она связалась с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и другими европейскими коллегами и лично принесла свои извинения. За что? За приписываемые ей слова. То есть вы не подтверждаете, что заявления принадлежат ей? Я не могу говорить о содержании разговора между дипломатами. Я говорю о приписываемых ей словах. Пытаясь сгладить ситуацию, Джен Псаки также пошутила на тему использование заместителем госсекретаря Виктории Нуланд нецензурных выражений. Вы, возможно, слышали эту историю. В возрасте 23 лет госпожа Нуланд провела около 8 месяцев на борту российского судна, где она, вероятно, и усовершенствовала свое владение некоторыми выражениями на разных языках. Возможно, дело скорее в этом, а не в том, что таковы ее убеждения. Вы же не хотите сказать, что она негативно настроена к России? Нет, я предположила, что она научилась таким выражениям на российском судне. Но на записи она говорила по-английски. Это была шутка, что она научилась ругаться на рыбацком судне. А, понятно. Вот так представитель Госдепа попыталась отшутиться от скандальной и крайне неловкой ситуации. Не знаю, посмеялись ли на Украине, услышав в интернете запись, на которой американские официальные лица строят планы по созданию нового правительства в независимом иностранном государстве.